Баскетбольная команда Нижний Новгород со счетом 85-94 проиграла французскому Страсбуру в домашнем матче четверть финала Еврокубка. В первой четверти гости в отсутствие одного из своих лидеров, центрового Мэтта Ховарда, играли вторым номером, не позволяя черно-белому идти в отрыв. У нижегородцев же практически солировал Евгений Бабурин, который попал все три своих дальних броска и почти все штрафные, набрав при этом 12 очков за 10 минут игрового времени. Как показывают игры, мы можем чуточку лучше, но опять же, я думаю, что мы можем в защите, потому что, если у нас 24 очка, надо работать на это в первую очередь. Во второй четверти гостям удалось перехватить инициативу, но 28-летний защитник НН не позволил им уйти в отрыв, забросив еще две трехи. Тем не менее, французы стабильно набирали по 25 очков за четверть и к большому перерыву счет на табло был 48-50. Страсбург попадался, наверное, с очень, я еще не смел, с очень сильным процентом, да, попадали, как и открытые, да, в начале игры я сумел вкручить, когда мы где-то что-то спускали, а потом очень тяжелые мячи, да, на конце владения через руку, все игроки попадали, в принципе, старались. У подопечных Айнер Сабагаски составалось 20 минут игрового времени, чтобы создать себе задел перед ответным матчем в Страсбурге. Но в третьей четверти они позволили белокрасным оторваться более чем на 10 очков, а затем не смогли свести преимущество гостей к нулю. В начале игры у нас не получал пик-н-рол защита, потом, когда разобрались с пик-н-ролом, так называемыми двоечками, они нас просто обыграли один на один. Если мы имеем за игру 13 бросков больше, у нас больше передач, у них больше штрафных бросков, а у них меньше атак, но больше очков, это только один на один, да, только один на один. В итоге 10 очков набрал Евгений Бабулин, 18 Семен Антонов, 14 Дмитрий Хвостов. Теперь, чтобы пройти в следующую стадию турнира, нижегородцам нужно побеждать Страсбург в гостях с разницей в 10 очков. Отметим, что ответная игра состоится уже 23 марта. За три дня до нее БКНН сыграет с Униксом Единой лиги ВТБ.